Сегодня мы постараемся поговорить о так называемой Максвеллоподобной теории гравитации. Значит, после того, как были написаны Хевисайдом в основном уравнения Максвелла в операторной их характеровке, тот же Хевисайд в первую очередь предложил построить на этом основании теорию гравитации. Я небольшой специалист по тому, что он собирался сделать и что он сделал в настоящий момент. От этого люди отказались, и у нас общепринятая теория гравитации является ни на что не похожая физическая теория. А именно общая теория относительности Эйнштейна. А вот она действительно резко выделяется в ряду всей остальной физики. Вот. Значит, с самого начала, что это потребуется, давайте будем апеллировать к физическому эксперименту. Ну, а поскольку физический эксперимент, когда у нас дело касается гравитации, вещь почти невозможная, поэтому будем апеллировать в первую очередь не к физическому эксперименту, а к физическому наблюдению. Речь идет в первый урочек. Я внимательно разглядывал фотографии, выложенные уважаемой на форуме Синьюс, уважаемым модератором под ником Обезьяна с Бананом. Вот. Значит, Спитакского землетрясения. Что такое землетрясение Спитаки? Это, я напомню, это крупное землетрясение 1988 года, самый разгар перестройки Горбачевской. Сопровождалось многочисленными человеческими жертвами, порядка 25 тысяч человек, и массовыми разрушениями. В общем-то, около 600 тысяч человек остались без крови. Все окрестные города были затронуты. В чем состоит его особенность? Во-первых, это землетрясение очень слабое. Оно в магнитуде по 9-ти бальной шкале всего 7,2. В год происходит примерно от 7 до 8 баллов землетрясения, порядка 10 штук. Тем не менее, никто из них такими удивительными событиями, такими разрушениями, чем угодно, не сопровождается. Если вспомнить эту историю с программой перестройки, тут же объявили, что Спитаки, мол, хоть и до мая пытались строить по сейсмоустойчивой технологии, тем не менее, делали это неправильно. Бетон добавляет слишком много песка, то есть и воровство стало источником батарей этих массовых разрушений жертв. Однако, оказалось, потом этот вопрос как-то затих и так далее. Но до сих пор в элитной гостинице, в части армян, пытаются жить в городе, в Ирване. Хотя уж очень много лет прошло, их как-то заселили, они там и живут. Потому что действительно, это 600 тысяч, это по сути, взять такой достаточно крупный город, как Ярославль, полностью его разрушить. Вот такое было землетрясение. На что прервы обращается характер на эти фотки? Значит, у них происходит какого-то очень странного вида. Ну, например, можно увидеть на фотке дома, которые стоят друг напротив друга, но их характер разрушения такой, что одно заваливается влево, а другое заправливается вправо. Ну, вот как бы, представьте себе, вот один дом вот здесь, да, оп, вот он сюда завалился. Вот он взял сюда, вот так завалился. А чуть дальше стоит другой дом, и он завалился вот в эту сторону. Да? То есть любой человек, который не знает, что такое тюрьма гравитации, бы сказал бы, что здесь подействовала у тебя некая сила вбок. Не вниз, а вбок. И здесь подействовала рядом же тоже соседняя сила, которая тоже подействовала вбок, в противоположную сторону. И поскольку они стоят на некой окружности, то можно считать, что некая сила действовала вдоль этой окружности. Понятно, что любой нормальный человек скажет, что в землетрясении такого быть не может. А, скорее всего, речь идет о случайном отклонении дома, в рту или в другую сторону. Он случайно отклонился в эту сторону, другой отклонился в другую сторону. Не, ну, может, провалы земли какие-то не могут? Ну, нет, там провалы земли нет. Вот. Кроме того, из этих фотографий там очень много другого можно увидеть. Ну, в частности, там есть такая часовня какого-то там века, непонятно кто, ее явно разрушил не Шурик. Ну, вот. Но кто-то его разрушил. Но особенность состоит, что она, у нее есть верхняя часть. Вот она такая. Вот эта верхняя часть, она чуть-чуть сдвинута относительно оси, да? И повернута на страшно большой угол. То есть обратите внимание, она опять развернута. Любой непровзятый бы человек сказал бы, что так синический волн здесь вот не могут, а есть некая сила, которая взяла и ее развернула. И подобно вот такие разволоты, то есть цилиндрические смещения, они для нас являются совершенно не единственным. Там есть замечательные памятники на кладбище. Опять та же самая ситуация, которая стоит. Вот у нас есть памятник. Памятник, и на нем стоит спирь, такой обелиск. Он чуть-чуть, он здесь был на штыре сделан и зацементирован вот здесь был. Так вот, некая сила взяла его и повернула вокруг оси. То есть основание остается таким же самым. Она развернула ее вдоль оси и чуть-чуть опять сместила. Тарсионные силы. То есть опять, если не повезет, и человек скажет, то значит, скажет, что здесь действовала некая такая вращающая сила, которую этот памятник взяла и развернула. Отчасти наличием подобного... Существует еще словесное описание. Я в него не верю, конечно, что там где-то стоял какой-то танк, его взяли, подвернуло и свернуло тоже, как жгутом, танк. Ну это словесное, я не верю, потому что форта нету. А урагана там не было? Ну нет, особо урагана не было. Но все равно памятник его развернули. Ты пойми, если она он целиком взяла как-то... Ну странно. То есть можно, конечно, говорить, что были какие-то силы, что это случилось истечение обстоятельств такое, что действительно его так потрясло, потрясло очень бывает, да, этот памятник, что он... Ну потихонечку там у него... Да, потихонечку еще был изначально, и он... Да, 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 да. И он чуть-чуть развернулся. Ну, во-первых, они должны быть вообще дикого силы, а я повторяю, что именно характер разрушений, он очень странный. Очень слабое землетрясение под любым современным меркам Спитакское с громадным количеством действий. Ну, с количеством разрушений с громадным количеством жертв. Вот такова она, значит, наша история. Значит, я хочу обратить внимание на следующую вещь. Складывается впечатление на этим разрушениям, эту гипотезу можно высказать, что действительно существует определенного рода сила, которая действует в форме лихе. Торсионная. Ну, торсионная я не хочу это называть, это имя, потому что некрасиво, потому что она скомпрометирована полностью. Конечно, что-то другое говорят про это. Это выхревое какое-нибудь, выхревые силы. Да. Так, значит, теперь посмотрим, что у нас и как происходит. Вспомним опять теорию Максвелла обычную, уравнение Максвелла. Я напомню, там тоже в некоторых случаях возможно, что обычная напряженность электрического поля, которая по большому счету является потенциальным, ну, когда вот один заряд лежит, то оно будет потенциальным. Почему? Потому что если ты выйдешь из этой точки, то ты обратно вернешься. Да? Никакой работы ты при этом не совершаешь. Вот. Но бывает такая ситуация, там, в электроводине, когда ты будешь, появится у тебя некое вихревое поле, видно, не знаю? Видно, да? Вот оно появится, некое вихревое электрическое поле, вот такое. Вот оно появится. И оно будет именно по вихреву. То есть ты пройдешь целый круг, и ты вынужден против него совершить некоторую работу. Откуда оно возникает? Я напомню. В этом нет никакой фантастики. А когда у вас вот этот контур, который он обогревает, происходит изменение со временем поля В, то есть магнитного поля. Вот если у тебя здесь меняется некое поле В, да, то у тебя оказывается вихревое электрическое поле. Это простое следствие уравнений электродинамики, давно известно. В этом случае оно не будет потенциальным. Если у вас есть статическое поле, то есть есть просто заряд, то поле у вас потенциальное. А если у вас здесь меняется некое поле В, то значит у нас есть и здесь вихревое электрическое поле. Вот. Значит, давайте запишем вот электрическую силу, чтобы, понимаете, я не говорю, что то, что я буду излагать, предлагать сейчас максимоподобную теорию к гравитации, она верна. Но с другой стороны, она нам дает некий инструмент, то есть некий, начинает разговор, некий понятийный аппарат для попытки объяснить вот тех странных явлений, и я потом расскажу еще про более странные явления, связанные с энцеладом, с одним из спутников Сатурна, которые это дело пытаются как-то объяснить. Конечно, было бы приятно, если бы то, что бы я написал, напишу сейчас, оно будет правильной теорией гравитации, принципиально отличающейся на гравитации Эйнштейна. Но боюсь, что это не так. Значит, я вам напомню, значит, у нас когда был Q-заряд, было электрическое поле, это сила, которая действовала, она действовала опять на Q, на заряд, здесь скорость вот этого заряда, U, с которым вынулось, на магнитное поле, это векторное произведение. Для меня, пока я готовился к этому докладу, не поверите, было открытием, что Хэвисайд впервые написал это дело в 88-м году, а опубликовано было каким-то другим автором в 92-м, 1892-м году. Это в условии, что Максвелл написал свое уравнение в 1855-м, а с током смещения примерно в 1860-м. То есть, вот такой, казалось бы, всем привычный вид силой, он был написан достаточно поздно, в самом-самом конце 19-го века. Ну, могут сказать, как раньше жили. Они пользуются обычным законом Ампера, то есть, у них два проводника, по которому пропускали ток, притягивались и оттягивали и оттатывались друг к другу в зависимости от направления. Вот так они пользуются. Такой-то вещь они не пользуются. Вот. Дальше, поехали. Ну, значит, то есть, у вас, грубо говоря, интеграл по замкнутой площади от чего? От D, да, напишем? Так, равняется ку, ну, пропорционально, да, по Ds, так, а здесь будет интеграл от B по Ds будет равняться романуи. Это, как бы, первое уравнение системы уравнения Максвелла. Она состоит в одной очень простой вещи, что значит, если... Дэта у тебя что-то такое? А. Дэта напряженность ну, понял, да. Значит, буду использовать такие обозначения просто D равнее E 0 на E, так, да, а B буду использовать как мин 0 на H. Это значит, у нас будет ситуация, связанная будет, она будет с... Ну, это у нас диэкторическая проницаемость Epsilon вакуума и МЁ это ее магнитная проницаемость. Вот, такова вот это вот. Значит, что я хочу по поводу этих уравнений сказать? Ну, вот это просто, грубо говоря, обычный закон кулона. Почему? Потому что берем S в форме обычной сферы, да, которая будет пропорциональна R-квадрат. И тогда мы кулу делим R-квадрат и получаем наш знаменитый закон. Здесь вот этот фундаментальный факт, очень странный и очень родной и близкий сердцу любого физика, состоит в том, что магнитный монополий отсутствует. Это очень хорошо, потому что если бы он присутствовал каким-то образом, то ее бы нельзя было бы записать в другой форме. И вообще весь Лагранжев формализм, которому пользуется современная физика, был бы невозможен. По этой причине я полагаю, что магнитного монополия тоже нет. Вот такая вот речь. Так, значит, следующая штука. А здесь будем писать две вектора B. Это вот здесь у нас будет ротор, так называемый, да? То есть векторное произведение. Равнее, будет равня с, что у меня там? А, тока. ток плюс... Не видно ничего? Другой-то нет марки. Ну, давайте обсуждать. Значит, смотрите, здесь у нас действительно, вот и написано то выражение, у вас изменяется магнитное поле, и тогда вот этот ротоп, а на самом деле за ним скрывается просто интеграл по некоторому контуру E, по Д, который будет просто равен минус производной по времени через поток вектора B, через ту самую поверхность, которую этот контур обнимает. У нас есть поверхность, вокруг номинирона идем в контур, если у нас через эту поверхность изменяется B, то есть у нас есть первая производная по скорости, то тогда у нас возникает вихревое электрическое поле. Вот, вот что это нам очень радостно. Значит, гипотеза, которую можно здесь сделать в связи со всем этим, она состоит в следующем. Вот эта гипотеза достаточно странная. Никто никогда не наблюдал в ливерационном поле вот эту вещь, вот эту вторую часть вот этого слагаемого. Почему? Да почему-то. Ну, с другой стороны, легко предположить, что этой второй части ее никогда и не было. то есть давайте сделаем гипотезу, которая состоит, что если у нас будет здесь гравитационное поле некоторое, то вот эта часть либо очень мала, то есть ты сейчас переходишь по аналогии гравитационное поле. Да, я перехожу. Либо она объясняет, что она делает. Либо она очень мала, либо ее попросту нет. То есть теперь будем рассматривать для гравитационного поля. Да, как гравитационное поле. То есть мы вводим как бы понятие гравитационного поля, которое можно обозначать здесь в углу гравитационного поля. Для уравнения движения заряда гравитационного поля она в скорости содержит, все в правой части. А кодеяна как она содержит? В четырехмерном виде. Ну, это я имею в виду в рамках общей сфере относительности. Вот так они выглядят. Ну, так и вообще ДУПДС. Ну, ДУПДС По интервалу, да. Ну, это просто как бы инвариант. Правильно. Но у нас есть наблюдали мы когда-нибудь вот подобная молодая вещь. Когда у нас существует зависимый некий аналог закона Ампера для гравитационных масс. А ты можешь объяснить, что такое будет напряженность электрического поля, напряженность магнитного поля для гравитационного поля? Значит, гравитационного поля я предлагаю сделать то же самое, писать эту систему уравнений для гравитационного поля. Смысл? Какой физический? Значит, физический смысл, что у нас опять есть две компоненты. Есть компонент АЖ, которая соответствует напряженности поля гравитационного. Почему она та же самая? Потому что тоже закон обратных квадратов. Согласитесь, что по аналогии здесь напрашивается. И вторая, я предлагаю вести у некоторая не уточним точнее б или как бы назвать ну б давайте но она будет изучать уже некий аналог аналог напряженности допустим смотри у тебя на самом деле это самое джей и как и узкать ей они же образуют как вы этот самый тензор и как тензор напряженности да а здесь это то же самое некий аналог это правда не тензорная вечер надо но общая тем не менее эти самые трехкомпонент я сейчас я считаю что тенза такой же есть она тоже образует такой тензор просто у тебя помимо тенза то есть свой собственный вы мне не массив он тебя есть еще некоторые сила села еще есть до некоторое которая она действует таким образом что тебя си ла она зависит только материале частиц но не зависит от ее скорости а скорости гравитационных масс по-моему это естественно то есть Закона закона ампера для гравитации не существует нет большиня скорости от скорости пробного заряда они надо до скорости Вот тебе же скорость пробного заряда опять-таки входит сюда. Ну и чего? Ну и где же она есть на практике? В смысле, что значит на практике? Ну, просто, почему? Когда, как бы в ньютонском приближении, конечно, там, и, конечно, ее нету, а, так сказать, если ты уже будешь там какие-то... Ну вот, значит, моя интуиция, она состоит, что... Интуиция, то есть это некоторое положение, что поскольку этого никто на практике никогда не видел, то у нас такой вот этой штуки, то ее, как бы, не существует совсем. Либо она поневрежива малая. Да, давайте пока гипотетически рассуждать, как будто бы это так. Это просто, просто вот такая гипотетика. Отсюда посмотрим, что получится. Потому что, действительно, тебе нужно поделить некий физический эксперимент, где подобного рода компонента была бы существенной. Не, может, он есть, я просто тогда ничего не знаю. Если меня кто-то слышит, то у меня они... Просто понятно, что здесь, на самом деле, вот эта штука, да, она фактически пропорциональна у квадрата С квадрата. Да, маленькая, маленькая, маленькая. Здесь не заметно, как ты говоришь. Да, то есть, таким образом, вот я про нее. Я говорю сейчас, что пусть она, допустим, совершенно не существует. Потом надо все равно будет объяснить, почему в конце хотя бы. Потому что эксперимента нигде никто не видел, чтобы подобного рода вещь вот как-то на каких-то масштабах она действовала. Не, но физический смысл же этому должен быть, почему его нет? Не знаю. В нем есть, в этом есть большая сложность. Я могу сказать, от чего она возникает. Ну, во-первых, хотелось бы, чтобы вся эта штука была инвариантно относительно преобразования Лоренца. У меня есть большое подозрение, что если это я приравняю к нулю, то она, весь свой вектор, не будет инвариантно относительно преобразования Лоренца. Правда же, Стас? Да? Это поэтому я осознаю эту собственную большую проблему. У тебя, во-первых, уравнения эти записаны в совершенно неинвариантной форме, они в трехмерном лете записаны. Да, они записаны неинвариантной форме, конечно. Они записаны неинвариантной форме. Значит, никакого устремления пространства у меня получается здесь нет. У меня есть обычное поле, с зарядом которого выступает обычная масса. Закон эквивалентности между массой и инерционной массой, как заряд, гравитационной массой. Просто постулируется просто так. Пальцы. Ну, действительно, эксперимент показывает, что они между собой не отличаются никак до очень большого знака. По-моему, 10 минус 12, да, или больше, наверное. Какой-то вот это. Они не отличаются между собой. То есть в качестве Ко выступает просто обычная масса. Вот еще возникает такая проблема. Ты, получается, всему собираешься строить все в инерциальную систему отсчета? Да, конечно. А как фокус регуляционного пуля отличить инерциальную систему отсчета от инерциальной? Очень просто. Я многократно говорил, что осуждение Эйнштейна по поводу... Его лифта окажутся недействительными. Давай сейчас этот момент повторим. Ну, давай. Он улучшаем просто стоит, говорит Эйнштейн, что если мы находимся в лифте, который либо находится в гравитационном поле, ну, просто, например, падает, либо он движется с ускорением, с постоянным, с каким-то... Да, либо у нас G, может падать в поле G с ускорением, либо он находится в этом... Либо он движется в вакууме, без всякого, с каким-то постоянным ускорением. Правда? С точки зрения Эйнштейна, говорит, вот, находясь внутри этого лифта физически, мы не можем различить, где и как мы находимся. То есть у нас есть... Ну, наверное, со скоростью постоянно. Постоянно скоростью вместе, но не ускорение. Либо попадение в поле тяготения, либо постоянная скорость. Нет, значит... А, да. Значит, либо мы сидим в лифте, находимся в некотором, либо он движется с ускорением в пустоте вакууме, либо мы просто сидим в некотором лифте, который покоится, но в постоянном гравитационном поле. Вот так. Нет. Так, так, так. Нет, либо... То есть, нет, тут неразличимы из двух ситуаций. Либо свободное падение, так сказать, в гравитационном поле, либо просто равномерное движение с постоянной скоростью. Да. Да. Нет. Как нет? Нет. Ну как? Тогда у тебя свободное падение, у тебя сила инерции и гравитации компенсируется, и получается ситуация... Нет, нет, нет. У тебя... Ты не можешь отличить. Ты находишься в ненарационной системе первоначально. Либо ты движешься с ускорением, ты не в состоянии различить где ты находишься, либо... Если он не находится, ты можешь определить, что ты находишься... Либо ты, значит, движешься с ускорением, либо ты движешься с ускорением, либо ты покоишься в ненарационном поле. Вот. Вот так, да. Либо ты движешься с ускорением, либо ты покоишься в неком гравитационном поле. Ну, можно и так сказать, да. Либо твоя система отчета движется с ускорением, либо... Ну, я сам, вам не важно, что это система отчета. Но ведь это же не так, я могу их различить. Как? Я беру электрический заряд и кладу его на стол в этом самом лифте. Если бы я двигался с ускорением, то электрический заряд бы излучал. Правда? А если бы я находился в гравитационном поле, то нифига он не излучает. Нет, тут же о другом речь идет. Подожди, тут... Значит, нам нужно различить инерциальную и неинерциальную систему отчета. Допустим, вот ты в какой-то... В какая-то система отчета, да, есть? Нет, подожди. Мне надо различить неинерциальную систему отчета от нахождения системы в неком гравитационном поле. Ну, неинерциальную систему отчета от инерциальной, так сказать, находящейся в гравитационном поле. Да. Гравитационное поле. Ну и туда заряд. Да. Я ставлю заряд туда на стол, кладу. У меня, получается, если бы я двигался с ускорением, мой заряд бы излучал. По моим представлениям. А если бы он находится в гравитационном поле, то он не излучает. Так почему? Потому что просто электромагнитное гравитационное поле таким образом скомпенсируется, что заряд не ускорен, не ускоряется. Что значит не ускоряется? Если я двигаюсь с ускорением, то он излучает. Если он лежит у меня на столе, то не излучает. А относительно меня он не ускоряется, значит не излучает. Ну, не излучает, но вообще не излучает, да. Не излучает. А относительно наблюдателей, которых он ускоряется, он излучает. Ведь разве не в этом нет? Нет, конечно, так и может быть. Нет, подождите. Это не о том, где разговор, что инновационная масса и гравитационная масса равны? Ну, в том числе и об этом. Ну, так они же экспериментально подтверждают. Ну, нет, я так хочу сказать, что Лифт Эйнштейна вот этот, и можно поставить мысленный эксперимент, связанный с… Эйнштейн говорит, что нельзя поставить такого физического эксперимента, который позволил бы различить лифт, который покоится в гравитационном поле, от того же лифта, который двигается с ускорением. Я предлагаю такой эксперимент. Берем электрический заряд, и получается, что различить его можно. Просто обезмеряем от него излучение. Сейчас еще раз. А излучение – это… Лифт спокойный. На дальнейшем это вывод отсюда как происходит? То есть, грубо говоря… Все равно гравитационная масса совпадает. Да, все равно совпадает. По факту совпадает. Ну и что? По факту совпадает. Ну, в принципе, вот такой он не работает. Вот такой Лифт Эйнштейнерский. Нет. Просто этот факт, что, допустим, ты можешь это мысленно современтировать и различить. Что это дает тебе? Просто отсюда вывод-то какой? Давайте просто… Просто дает… Вывод то, что принцип эквивалентности вот этих систем отчета нарушается. Вывод-то такой. Да. Нет. Вывод он очень простой. Что на этом Эйнштейн показывал, что на самом деле, что его гравитационное поле является всего лишь полем которое просто, грубо говоря, меняет круизное пространство. Так? Получается, если мы собираемся строить обычную физическую теорию, то у нас есть плоское пространство Время Менковского, внутри которого действует поле аналогично электромагнитному полю Максова. Просто оно странное. Его зарядом является масса его зарядом. Да. Масса непрерывно, в отличие от этого. Да. Масса является его зарядом, но с другой стороны оказывается таким образом, что у нас это поле, действует. То есть оно оказывается в плоском пространстве Время Менковского. Вот такая вот странная вещь. Мне вот кажется вот этот эксперимент. Может я и не прав, мне надо эти аргументы предъявить как-то. Скажите, Игорь, то есть, вы имеете в виду при ускорении, ну, у заряда есть какая-то скорость, в общем-то, ток или… Нет, когда заряд движется с ускорением, он излучает. Факт. Все другое. Факт, да. Излучает… Ну, излучает, это магнитные волны. Ну, магнитные волны. А… Излучает, да. Конечно, да. Когда он покоится, он не излучает. И разве они такого не делали, такой эксперимент не проводили? Ну, с лифтом Эйнштейна мало чего проводили. Значит, даже не знаю, чего проводили там. Нет, просто такой простой, почему бы его не сделать и выяснить? Не знаю, я просто… Мне казалось, такие вещи уже давно решены и… Нет, 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 нет. Если брать теорию относительности Эйнштейна, то проблем там больше, чем хватает. Она считается правильной теорией относительности, теорией гравитации, но я могу сказать, что у меня, например, есть такой странный факт, что у меня нет закона сохранения импульса, а закона сохранения энергии. То есть теория, которая почти ничего не объясняет, не дает почти никаких новых эволюстических предсказаний, при этом мы жертвуем фундаментальным законам физики, законам сохранения энергии. Это значит, что общая теория относительность? Общая теория относительность. Специально она, конечно, выполняется. Не выполняется в ней. Откуда вот все эти наши игры берутся с горя вот это? Я напитаюсь уже с горя работать. Потому что, несмотря на то, что принято уже сто лет, да, ведь сто лет будет через год, сто лет считать ее за правильную теорию гравитации, тем не менее, оказывается, что она имеет большое количество проблем. Эти проблемы в последнее время в связи с бурным развитием астрономических наблюдений нарастает, как снежный ком. То есть она ничего не делает. Вот такая вот вещь. Ну, будет предложена альтернативная более… Ну, кем-то, кем-то, кем-то. Мы сейчас вот этим делом занимаемся. Ну что, сейчас есть там аргументы? Аргументы, на самом деле… Подожди, смотри. Вот, допустим… Тебе нужно иметь… Отвечать инерциальную систему отчета от неинерциальной. Да. Допустим, в падающем лифте заряд находится, да? Он начинает излучать. Тем самым мы сразу определяем… Ускоряющимся лифте. Ну, в пад, свободно падающем. А, почему? В гравитационном поле. Подожди, мы же договорились, либо он стоит в гравитационном поле, либо он движется с ускорением. Ну, нет, понятно. Что значит «стоит в гравитационном поле»? Просто стоит. Гравитационное поле ничего не может стоять, условно говоря. Там опора. Опора? Ну… Стоишь просто и все. Свой вес. На поверхности Земли. Ну, на поверхности Земли. Гравитационное поле действует. Или в космосе с ускорением G. Ну, хорошо. В космосе с ускорением G. Так. Излучает заряд. Заряд излучает. На поверхности Земли стоит этот же заряд на столе. Не излучает. Не излучает. Ну, да. Различил. Нет. Ну, да хорошо. А, допустим, не излучает… Допустим, он у тебя не на поверхности Земли стоит, а просто движется где-то, да? И тебе нужно понять, система отчета – это инерциальная или нет, связанная с этим лифтом. Тогда, допустим, заряд у тебя не излучает при этом. Казалось бы, ну, это самое, что… Казалось бы, инерциально, но, может быть, на самом деле, просто это связано с тем, что на него действует одновременно сила гравитации и электромагнетизма. Так, может быть, они взаимно компенсируются. Ну, я не знаю… Наоборот, здесь тут сила инерции… Ты предлагаешь более простую. Я предлагаю просто стоить заряд на столе. Вот у нас взяли вот заряд, вот такой маленький заряд, и поставили. Стол – это стол. Вот просто у тебя в космосе летит какая-то система отчета. Тебе нужно понять, инерциальная она или нет. Ну, вот Земля летит. Изнутри. Космос. Изнутри. Можем мы понять. Ну, летит. Хорошо, давай, давай. Инерциальная она или нет? Вот Земля летит. То есть, на поверхности Земли поставили заряд, он начал… Но у нас заряд-то не станет излучать? Почему? Ну, как? Мы летим в космос, и он излучать не станет? Формально, потому что мы без ускорения же летим. Как это? Ладно, близко к инерциальной Земле. Земля же летит без ускорения, насколько я знаю. Ну, да. Она по кругу в маленький период времени. Маленький, маленький. Ускорение мы небольшое. Но гораздо сильнее они, когда между с Луной. Нет, во-первых, дайте вспомню определение инерциальной системы отчета. Инерциальная система отчета – это такая система, в которой, такое, так сказать, тело, на которое не действуют никакие силы, движется с постоянной скоростью. Да. Ну, так в связи с этим, так сказать, исходя из этого определения, нужно конкретно не проверить инерциальность, либо неинерциальность конкретной системы отчета. Нет, но я же предлагаю неинерциальность, либо проверять. Я предлагаю постараться понять, что у нас, где мы находимся, в гравитационном поле или в неинерциальной системе отчета. Я же это предлагаю понять. Где мы находимся? Либо в гравитационном поле, либо в неинерциальной системе отчета. Хорошо. Вот, допустим, у тебя летится в космосе какая-то система отчета. Ну и что? Допустим, заряд движется внутри этой системы с постоянной скоростью. И не излучает. В этой системе он движется с постоянной скоростью, так что в этой системе он не излучает? Нет. Или не могу понять? Нет. Излучение оно абсолютно, оно не может в этой системе излучать, а в другой не излучать. Это тоже странно опять же. Как это не? А как это? Может перейти из одной инерциальной системы в другую? И что? У тебя трансформируются только, так сказать, твои там вектора его и напряженности там. Постаренная величина энергии. Да. Оно в нуль исчезнуть не может. Дело в том, что тензор напряженности электромагнитного поля это тензор. Если он в нуль в одной системе отчет, то он в нуль во всех остальных. Ну. Нет, тут на самом деле, давайте просто чтобы было понятно, о чем разговор идет. Эйнштейн как бы приравнял гравитационные силы к инерциальным, да? И особо сделал свою теорию, да? Да. Основываясь на том, что гравитационные силы на самом деле некого рода своего рода инерциальность. Ну не совсем последователи, на мой взгляд, конечно. Ну вот в том числе так. Нет, своего рода инерциальные силы, правильно? Да. А ты тебе говоришь, что они на самом деле отличаются. Что гравитационные силы это нельзя рассматривать по аналогии с инерциальными силами. Мы пытаемся... Нет, у него гравитационная сила это, грубо говоря, просто искривление пространства-времени. Поэтому у него плоское пространство-времени заменяется на кривое Риманово. Поэтому я говорю, вот у нас какая-то система, допустим, мы в вагоне в лифте, где угодно, летит он в космосе. Так. У нас есть заряд. Так. Внутри этого вагона он движется, допустим, с постоянной скоростью и не излучает. Не излучает. Замечательно. Так мы из этого можем сделать вывод, что система инерциальна? Я говорю, что не можем. Потому что может просто не излучает и движется с постоянной скоростью в силу... Потому что может система инерциальна, но это самое... Допустим, электромагнитное поле есть внешнее, которое таким образом скомпенсировало силу инерции. есть. Ну да. Правильно. Ну и что? Я говорю о другом. Если нет внешнего магнитного поля, то тогда... Нет, ну вот Стас предлагает такое, что может быть есть внешнее поле. Действительно оно такое поле. А в общем случае? Давайте в общем случае. Не в общем. Я просто хочу сказать тезис в качестве запрета. В том, что мы не в состоянии различить действие сил гравитации от неинерционного характера у нашей системы отсчета. Это же такое дело, почему никто не проведет. Можем, можем. Я думаю, что можем. Да, ты предлагаешь более сложный разговор, что допустим у нас система еще находится... Даже другие законы какие-то тоже ведь могут так же... Нет, но если уж мы говорим о заряде, то мы обязаны, так сказать, включить в осмотрение электромагнитное поле возможно. Ну понятно. Но с другой стороны, согласись, что дело обстоит именно так, что на столе моем заряд не излучает. А если бы я двигался с тем же самым ускорением в космосе, то он бы излучал. Я согласен. Значит, все здесь хитрее дело обстоит. Но наш этот пост, он действительно очень важный. Я обращаюсь вообще внимание на это, наше рассуждение. В чем делается попытка? Чем она удивительна, так, теория относительности? А тем, что вообще... Тем, что у тебя кривизна пространства-времени является источником, как бы, силы. То есть она совсем другая. А теория электромагнитизма состоит в том, что в плоском пространстве-времени Минковского у нас есть некоторые силы. Нет, ну, кстати, я, во-первых, здесь хочу сказать, что существует, все мы знаем, элитинская теория гравитации, да, построена Лагуновым и его сотрудниками, так сказать, это, приверженцев которой я являюсь. И там строится все, там, значит, силы гравитации выступают как реальное физическое поле, а ни в коем случае не какая-то непонятная кривизна пространства-времени. Ну, вот. Эта теория строится в произвольных системах отсчета. То есть там обычные производные заменяются на ковариантные. И, ну, вот. Там, в общем, никаких особых проблем не возникает. Угу. Вот. Значит... Ты продолжишь дальше? Нет, я продолжу. Я просто хочу сказать, что в отличие от Лагунового, что у него, там, так называемый гравитон со спином 1 или 2 будет, да, с каким-то, то здесь, как бы, вот эта теория, она значительно проще. То есть, если говорить, что есть какая-то частица переноса взаимодействия, то спин здесь единица. Будет. Ну, хотя, блин, но... Но, с другой стороны, я даю характере метафоричности. Ну, на что я хочу заметить ваше внимание, обратить ваше внимание, что, несмотря, если такая же аналог, гравитационный аналог магнитного поля не несет никакого существенного вклада в силу, вот в эту, да, помните, что мы собираемся поравнять его нулю. Или сделать, что на наших масштабах человеческих, то есть на планетных масштабах, он равен нулю. Ну, это естественно. Ну, и Стас вот здесь пишет то же самое, что у квадрата С квадрат. Что это тоже очень порадок очень большевышей малости. Но, тем не менее, я хочу заметить следующее. Что, благодаря вот этим двум следующим уравнениям, совсем не следует, что у вас ротор гравитационного поля, вот здесь будет уже гравитационное поле G, да, будет заменено, то ротор вот этого самого гравитационного поля не будет отличным от нуля. Вот у вас гравитационно-магнитное поле, которого хочется назвать торсионным, а, нет, не торсионным, блин, ну как, не будем его назвать. Бихевое. Видите, оно все бихевое. Вот это гравитационное поле, если у нас будет некий аналог магнитного поля, да, гравитационный, если у нас будет изменяться сквозь этот контур каким-то образом, то у нас действительно окажется, что у нас возникает рота обычного нашего гравитационного поля. Обычное наше гравитационное поле, оно же потенциально, но те эксперименты, точнее наблюдения за спитакским землетрясением и его разрушительный характер, позволяют сформулировать теорию землетрясений как гравитрясений. Не я это первый придумал, но вот именно гравитрясение. Это что означает? Что у вас там гравитационное поле каким-то образом меняется. Странно, дико звучит, но вот именно вот так и так. То есть взглянуть на те наблюдения, которые были в спитаке, отсюда его разрушительный характер, он состоит, что у нас вот это гравитационное поле, оно как бы может иметь в том числе и вихревой характер. Да? Постоянно же меняется, что ли? Да, не постоянно же. Постоянно же, а же, а же, в смысле ускорения. Вот, видите здесь, у нас вот это, если у нас гравитационный аналог магнитного поля, да, у нас, скажем, двигаются какие-то мощные массы гравитационные, то есть кубометры, скажем, земной породы, базальта, гранита, чего-либо еще, лавы, магмы, да, и они двигаются с каким-то непонятным ускорением, да, то тогда получается у нас гравитационный аналог магнитного поля отлично от нуля, и первопроизводное его тоже отлично от нуля. Это приводит к тому, что рота обычного гравитационного поля тоже отлично от нуля. То есть у нас возникло, возникает временное гравитационное поле, работающее по контуру. То есть вот так, как видишь. Полной аналогии с электрическим полем, вот в чем дело. Это все стираю с полным аналогием с электрическим полем. Постоянно свободного падения, вроде же проверяли на экспериментарии. Там до какого-то знака. Что она в поле земля одна и та же. Видимо без движения этих самых плит. Да, без движения. А теперь у нас поехала, значит, огромная масса. Огромная масса. Выбывает это при замедлесениях и извержениях вулканов. В извержениях вулканов Хакатау у нас улетело 18 кубических километров. Представляете, что такое кубический километр? Это почти 100 тонн массы. Просто улетело в атмосферу. Все-то потом любовались этими необычайно красивыми закатами. 100 тонн улетело, а сколько там на самом деле двигалось? Двигалось это с сумасшедшей скоростью. 100 тонн чего? 100 тонн породы. 18 кубических кубических километров оценивается. То есть ты хочешь сказать, что в этот момент она менялась? 18 кубических километров? Ты хочешь сказать, что она менялась и возникала векривая? Почему 100 тонн? Это 100 миллионов тонн? Тысяча? Она менялась и возникала векривая? 100 тонн. Правильно? Что менялась? Да. И постулируется, что у нас существует у гравитационного поля точно такой же существует аналог, как магнитное поле в электродинамике. Я сейчас прошу про то, что разговаривать сильно, какую-то ерунду начал говорить. В общем, действительно, этот эксперимент с зарядом, то он действительно позволяет поддерживать? Да. Я тоже полагаю, да. То есть это основополагающий эксперимент Эйнштейна мысленный. По-моему, он совершенно неверный. Ну и после этого он приводит к всяким глупостям. Типа, директор. Давайте как бы дальше. Допустим, гравитационно как бы это, как я там, уже свободного падения меняется, да? Значит, у нас, смотрите, я прошу прощения, я загорелся на понять, сколько у нас точно. 18 километров кубических, так, да? У нас километр этот есть в третий, то есть это километр, так? И еще в кубе, да? Правильно? Да. Вот, получается, 18. Здесь что, если 5? Да, здесь 9. И здесь, если даже 5, то на самом деле, скорее 10. 9, 9. 10. То есть здесь еще, сколько? Еще 200. 10. Здесь 10, 9. Значит, это сколько же улетело? 10. 2 на 10 в 11-й км. Килограмм. Том. 2 на 10 в 11-й тон. Это что у нас получается? Нет, нет. А плотность? А плотность ты как взял? 10. 10 на 10-й км. 10 на 10-й км. 10 на 10-й км. Ну там базальт, там 8-9. 500. 500 тысяч кубических метров, да? То есть это 5 на 10 в 5-й. Да, то есть у нас 10-й км. То есть то, что там улетело просто, значит на громадной скорости туда улетело. Это миллион, миллион танковых взял и улетело. Это про Кракатану. То есть у нас оказывается, что при землетрясениях и извержениях вулканов у нас происходит большое движение гравитационных масс. Да? По нашей логике, по логике моего изложения, это означает, что у нас гравитационный аналог магнитного поля должен быть существенным. Поскольку он меняется временем, то у нас в этих окрестностях должно появляться вихревое гравитационное поле. Должно оно появляться. Именно оно разваливает вот эти дома в противоположных направлениях. Один дом здесь стоял, его сюда наклонило. Второй дом здесь стоял, его сюда наклонило. Так? Да. Точно так же именно оно вихревое. Оно разворачивает памятник почти самым часовым. Да, да. Потому что оно вихревое. Именно оно разворачивает танки и скручивает их жгутом. Ну это легенда опять. Я бы хотел на эти фотки посмотреть. Вот именно оно. Хочу сказать, что это не эпичная ситуация. То есть ваши гравитационные массы должны двигаться не просто с постоянной скоростью, тогда такого эффекта не будет где-то вдоль земли, да? А должны либо двигаться в сильно криволинейной траектории, либо с ускорением большим. Только тогда вот этот эффект появления вихревого поля будет возможен. Поэтому в большинстве землетрясений вот этот гравитационный эффект, связанный с появлением вихревого гравитационного поля, незаметен и его не существует. А вот спектакльское измельчение, слабенькое, 7,2. Фигня ж какая-то. Привело к таким разрушениям. Почему? Потому что помимо вертикальной компоненты, просто сейсмической, когда Землю трясло, у него возникла и вот эта вихревая компонента, которая разваливала дома, разворачивала часовни, то есть верхушку часовни разворачивает, памятники вот эти поворачивает, что-либо еще. Очень интересно на это посмотреть. Существует тоже теория, она очень простая, так называемый вулканических бомб. Около Сицилии существует какой-то итальянский аттракцион, итальянский вулкан, который каждый день эти бомбы туда просто раскидывает. Ну это просто кусок лавы. Ну спрашивается, блин, а чего они летят-то на такой скорости? Но если мы предположим, что у нас есть какое-то поле, там, гравитационное, внутри вот этой извергающей штуки, которое сильно отличается от нашего традиционного поля G, идет с другим характером, то мы постараемся это дело понять. Хотя это, конечно, так, гипотеза только, понимаете, да? Но она ничем не хуже, чем то, что у них там образуются какие-то такие шахты длинные, у них вот кусок магма летит, его потом горячими газами или другой полоской, как из пушки выстреливают, всякая эта вещь. Вот. Но эффекты эти все слабые. Чем они связаны? Потому что мы живем на глубине высокого-большого гравитационного колодца. Да? Глубокого-глубокого гравитационного колодца. И поэтому, хоть несмотря на то, что у нас двигаются под нами, во время хорошего землетрясения, громадные гравитационные массы, вот одна британная ползает на вторую, возникают потоки этой лавы, магмы и всякого прочего. Но, тем не менее, эти эффекты все слабы. Теперь хотелось бы посмотреть, найти какую-нибудь ситуацию, где у нас общее ускорение свободного полонения гораздо меньше, а эффекты эти гораздо более выражены. И такая ситуация есть. Это один, по-моему, шестой по размерам спутник Сатурна Энселад. В нем, значит, что в нем поразительно? Это один из трех спутников, где зафиксирована мощная сейсмическая активность. Значит, к чему там равен ускорение свободного падения? А оно примерно 1% от нашего. То есть где-то одну десятую метров в секунду за секунду. В чем там чудеса? Значит, там ходит сейчас, летает вперед Кассини. И оно открыло странную вещь. Ну, во-первых, выяснилось, что у него на южном полюсе существуют 4 полосы, которые гораздо более горячие, чем вся остальная планета. Но горячие по каким меркам? Нынешняя температура минус 93 градусов по Цельсию. Можно подумать, сколько они горячие. Но там Сатурна, Солнце далеко, очень холодно. Но самое интересное, что с этого южного полюса, из района Этни, бьют гейзеры. Гейзеры бьют не лавой, ничем, а просто льдом. Да? И спрашивается, куда этот лед попадает. Ну, у нас вот гейзер бьет, он это подошел, и потом он брал обратно на Землю. А у них он преодолевает, как правило, первые годы их космическую скорость. То есть достоверно зафиксировано, некоторые пишут, что 10 тысяч километров, а у него диаметр 500. Ну, достоверно зафиксированы мощные потоки на высоту полутора тысяч километров. Ближайшая оценка моя, по крайней мере, показывает, что их скорость должна быть, вот эта льда, которая вырывается с поверхности, свыше от 500 метров в секунду. Пистолет Макаров 300 метров в секунду. То есть оттуда они каким-то образом вышибаются со скоростью гораздо больше, чем скорость света. Это одно из удивительных явлений нашей Вселенной, что на основательно небольшом спутнике Сатурна в Саладе бьют вот такие ледяные гейзеры мощнейшие. Ну, 97% это лед. Но они не из воды же, они же, ну, из лета. Нет, они не 97% из воды. Считается, что он полностью ледяной. И считается, что внешнее кольцо Е у Сатурна, оно сформировано вот как раз отходами работы этих гейзеров с южного полушария Салада. То есть они преодолевают первую космическую скорость и рассеиваются потом по его атмосфере. То есть вот такая вещь. Это все было бы замечательно, если бы ни одна обменяемая теория не существует. Как это обычный лед на таком холодном спутнике развивает такую сумасшедшую скорость. Ну, опять, говорят про эти трубки, что по этим трубкам поднимаются кусочки льда. Одни из них в этих трубках застревают, а пар идет дальше. Ну, какой там пар? Минус 93 градуса. Ну, может быть, какой-то пар. Потом все дальше и дальше и накапливается, и в конце концов они выстреливаются. Но ведь это же не единичный факт. Это мощнейшее и красивейшее явление. Оно очень хорошо видно, когда... Бокассини, например, летит. По первых вот этих гейзеров, взверяющихся в небе. Красивейший эффект системы. Но если мы предположим, что там действительно существует мощнейшее течение, А полагается, что он висит на сегодняшний день в ледяной корке. Внутри находится, как на Антарктиде, подземный океан подводный. Из-за высокого давления, поэтому там вода. Давление, потому что очень высокое. Если там действительно, мы видим по моим знаменитым тигровым полосам, существует какая-то активность, то этот океан живой. То есть он постоянно движется, настроение теряет эту вещь. То там мы можем понять, что в том ситуации тоже существует гравитационное поле, по крайней мере. То есть масса океана они создают, да? Да, масса океана. А создают такие, что они в значительной части в состоянии экранировать, то есть обычно его гравитационное поле, которое всего-то один процент от земного. Вот эта вещь. Это тоже неожиданное объяснение, которое я предлагаю. Но тем не менее, исходя из той вещи, которую я пытаюсь рассказать, оно кажется правильным. То есть громадное движение там вот этих подводных океанических масс, находящихся под громадным давлением, достаточно при низкой скорости, создает вихревое гравитационное поле, которое компенсирует обычное гравитационное поле этого спутника. И в результате оттуда происходит постоянный выброс этого вольда на постоянной основе, на десятки тысяч километров. Это никак не объясняет еще с такой скоростью все равно. Что? Не объясняет, почему с огромной скоростью его блевается. Ну блин, не такая уже главная скорость для гравитации-то. Ну вот так вот, по крайней мере. Вот еще одно вам объяснение. Если бы она компенсировала, достаточно было бы вообще сказать, какую-нибудь скорость его выскочить. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Тогда тебе не нужна скорость такая совсем. Да. Тогда она тебе просто приподнялась немножко. А, ты говоришь, что это просто не может. Да, она приподнялась, а у тебя там гравитации-то нет из-за этого. Ты хочешь сказать, что никакой такой формы скорости нет. Да-да-да. Она пульсирует чуть-чуть. Она это поле пульсирует. Поэтому и гейзер бьет вот так. Гейзер выплюнул как бы и не полетел дальше, да? Да-да-да. С какой-то маленькой скоростью? Метра в секунду. Поскольку у тебя гравитации из-за этого нету, из-за этого эффекта, то он и выкидывает его туда. При нижнем понимании, как это должно быть, скорость должна быть именно такой огромной, да? Да. Учтение. Смотрите, как бы можно было бы это померить вокруг Энселада. Надо послать не Кассини, а новый спутник туда, который будет замерять время просто-напросто. Мы же знаем, что у нас GPS-передатчика, который находится над нами, да, над головой, у них время как бы чуть-чуть замедляется. Чуть-чуть. Ну, это вот такой эффект, который говорят, о-о-о, эффект вообще-то относительность Эйнштейна. Вот там надо бы полетать вокруг этого Энселада и померить, что у них там со временем происходит. Есть некое предположение, что у Кассини, когда туда подлетал, время у него не замедлялось. То есть, такое ощущение, что у Энселада нет собственного гуляционного поля. Это не так. Если его нет, то можно подлететь к планете. Да. Это не так. Оно есть, скорее всего. Но другое дело, что вот здесь, на Южном полюсе, из-за громадного движения, значит, у нас получается, что его как бы и нет. Ну, вот я рекомендую всем знакомство с Энселадом. Потому что Гейзери на Энселаде, на мой взгляд, может быть самое необычное, самое красивое явление в Солнечной системе. То есть, сравнительно небольшой ледяной спутник, 500 км в диаметре. Шестой, по-моему, по размеру среди спутника. А другие проблемы, вот теории, общей теории Эйнштейна? Астрономические, астрономические, например, какие-то еще? Сейчас, да. Такие, в смысле, уравнение, какие-то теории? Такие же, как Максвелла. Такие же, как Максвелла. Вон такие же. Значит, почему, это хороший вопрос. Почему? Я вот, например, на форуме CNews с Интегрессом узнал, что, оказывается, я это не проверял, что еще в начале 19 века существовал такой математик французский Френе. И он написал треугольник Френе, так называемый. Что такое треугольник Френе? Это следующая система уравнений. Ну, представьте себе, у нас есть некоторая параметрическая система. О, блин, как долго стеряется. Параметрическая система. Ну, значит, вот есть какая-то кривая, просто какая-то произвольная. И вот у тебя, как бы, происходит движение под действием некоторого параметра S. Да? Тогда у тебя будет вектор нормали. Вектор нормали. Вектор, который отвечает за изменения. То есть это перменикулярный к нему вектор, да? И вектор бинормали, так называемый. Ну, если этот вектор как-то там гамма, допустим, обозначить, да? То вот этот второй будет гамма с двумя точками разделить на гамма с двумя точками поедине. Это просто его пронормирует, понимаете, да? Вот. А этот вектор третий, как бинормальный, будет вот этот новый вектор n, да? Тут гамма. То есть гамма на n будет вектор на их произведение. То есть вот этот у тебя треугольник Френе будет, так называемый. Вот эти все три вектора, гамма, n, вектора бинормали, связаны между собой некой системой уравнений простых, через так называемое понятие отключения. Ребята утверждают, что эту систему расписать аккуратно, то она будет эквивалентна системе уравнений Максвелла. То есть, по сути, что у нас такое система уравнений Максвелла? А это та же самая задача Френе для вектора умово-пойтинга. Что такое вектор умово-пойтинга? Умово-пойтинга это вот такой вектор. Видите? То есть опять векторное произведение e, h. Так? Он пропорциональным импульсам. То есть вдоль некоторой кривой у нас переносится импульс. Вот. И для него, значит, существует вот этот треугольник Френе. Этот треугольник Френе надо, значит, будет расписать как… А если какой он имеет этот вектор? Умово-пойтинга? Импульс. Импульс от магнитного поля. Да. Плокси? Да. Плокси, конечно, да. И это естественно. Это я про что хочу сказать, что уравнение Максвелла, я говорю, этого не примерял. Уравнение Максвелла обладает высокой степенью общности. Это естественное уравнение? Это естественно. По параметрической прямой? Да, по параметрической прямой. Это естественно их ситуация. Это означает, что если в градационном поле что-то движется, то для него есть такие же уравнения естественные? То есть мы считаем, что на обычное физическое поле, это воздействующее просто не на заряд, а на массу, то оно вот такое. А вот эту параметрическую прямую можно рассматривать как поле? Да, да, да. И они вот здесь между собой как-то связаны. Но в самом деле, когда у вас умово-пойтинга пользуются, и согласитесь, из этого характера видно, что в поле Е и Яш ему первоникулярны. Вот они выступают Е и Яш в качестве векторонормальной и бинормальной. Они же есть, да? Да. Они есть. Вот такая вот у нас забавная вещь получается. Это надо, вот желающие могут это дело проверить. Между прочим, потому что это наша математическая задача. Да, я там посмотрел, потому что там действительно ротор появляется. Ротор появляется, но если там, например, ток смещения или что-либо еще, я не знаю просто. Ну, видите, тут же над этим же надо работать, там, блин, надо в этой математической теории разобраться, а день же. Ну, тем не менее, она такая есть. Ну, тогда любое поле будет выглядеть именно так. Максвеллоподобным. Да, любое. Максвеллоподобным оно будет выглядеть. Вот в чем дело. Так это не получится, что это будет единая теория поля? Так вот, и пытаемся это сделать. Ну, согласитесь, что это некое безумие, что в свое время Хавейсадь вот так пытался, когда написал системы уровней Максвелл, вот так вот это гравитационное поле. Считается, по каким-то причинам, ему оно не удалось. После этого народ уже сто лет бьется с этим. И может быть, чтобы вот я вот предложил, чтобы все было вот так просто. Тем более, что вот этот объект рассил, он, оказывается, не релятивистский инвариантен. Как быть, обстоит? Вот, это вот такая вот вещь просто, вот это, вот этот сильный прикол. Но, с другой стороны, кризис физической теории настолько, астономической теории далеко зашел, что я не могу не удержаться и рассказать вам про следующий сюжет. Ну, мы знаем, что у нас действует закон Кеплера, да, третий, по-моему, который состоит, что периоды Т1. В чем, феноменологический залом? Да. Который экспериментарный? Да, да, да. Кубом-кубом этих больших полуосей, знаете, да? Один, два. Который считается проведенным квадратом. Квадрат-кубом. Здесь важно, что куб здесь, а здесь квадрат. Считается, что, точнее, точно известно, что Ньютон свой закон обратный квадрат получил для того, чтобы он наблюдался. Да? Тогда у нас возникла следующая задачка фундаментальная. У нас есть галактика. У нас тоже похоже на планетную систему. У нас есть всегда ботное ядро какое-то. Есть звезды периферии. Да? Да. И они тоже двигаются вокруг этого ядра. У тебя подавляющее большинство массы находится внутри этого ядра. Да? То есть у вас должна была процентализация закона Кеплера. Но вокруг него центра они вращаются. Да? Масса есть? Они вращаются вокруг этого закона Кеплера. Да. Наверное. Вот. Отсюда эксперимент. Это означает следующую вещь. Ну, в общем, практика свидетельствует, что это не так. Что закон Кеплера у тебя не соблюдается. У тебя должны были бы, чем дальше от центра галактики, тем быстрее у тебя должны были падать скорости по абсолютной величине. Это закон Кеплера сказал, да? А этого не происходит. Они у тебя оставляются константы. Если ты посмотришь на галактику, на ее размеры или на скорость в зависимости от расстояния, то у тебя ситуация будет вот такая приблизительно. Не такая. Вот такая вот. Вот такая будет. Вот свыгайка здесь. То есть, они доходят до некоторого расстояния, и дальше скорость оказывается постоянной. А должно было бы быть вот так. Она должна спадать, типа того, что вот эта скорость. Именно это, не общая теория относится, а именно это обстоятельство приводит к появлению так называемой темной материи. Полагается, что у тебя большая часть массы находится не в едве галактики, а распространено гораздо более шире. И тогда люди пытаются, при наличии темной материи, которая не взаимодействует с темным веществом, то есть не видно, объяснять вот такой странный эффект. Но нам это не интересно. Нам интересно так называемая ньютоновская модифицированная теория гравитации. Не гравитация, а динамическая теория. Они ее МОНД, по-моему, называют. Ее, значит, предложили в Израиле с человеком с говорящим именем Мардыхай, как он там звал его-то. Милгрэм, по-моему, да, Мардыхай Милгрэм. Он сказал совершенно странную вещь. Он сказал, что закон сила равна масса на ускорение не работает на маленьких расстояниях. Он хочет сказать, что массу на маленьких расстояниях надо заменить вот так. Как масса на А, на А0. Где А0 – некая константа. Тогда, если мы это так и заменим, то обычный гравитационный закон, вот для этих самых галактик, дает правильное поведение скоростей. Никакой темной материи тебе не нужно. Для А0 существуют оценки. Она вот такая – 10 минус десятый метров в секунду за секунду. Вот такая величина. На практике это нигде не видно. Но мы видим, что на маленьких расстояниях, они предлагают, у нас оказывается существенное отклонение второго закона Ньютона от ньютонской формы. Поэтому называют ее теорией. Хочу обратить ваше внимание, что при такой ситуации принципы эквивалентности тоже не действуют. Потому что при маленьких ускорениях у нас нет аддитивности. Легко этого понять, что это лично будет не аддитивно. Я немножко пропустил, это для тебя масса, что зависит от ускорения, что ли? Второй закон не должен. Второй закон, да. Это модифицированный ньютонской динамик, как это называемый. Что масса на маленьких расстояниях, порядка 1,2 на 10 минус десятый метров в секунду за секунду, у нас она должна быть заменена на выражение масс А на А0. Где А где-то некоторая… А0 – некая константа. Вот именно вот такая. То есть для очень маленьких ускорений у нас другая ньютоновская динамика. А поскольку эти величины и носят как раз характер… То есть ускорение в квадратичном случае? Да, да. Ускорение в квадратичном случае. Сила зависит от ускорения в квадратичном случае? Да, да, да. И вот на тех, значит, на маленьких ускорениях у нас получается правильное поведение, раскорение скоростей в галактиках. Там у человека еще ряд предсказаний было сделано… На маленьких ускорениях или на маленьких расстояниях? На маленьких ускорениях. На маленьких ускорениях. То есть у тебя на маленьких ускорениях у тебя второй закон ньютона не выполняется, выполняется в другой форме. Тебе дается правильная картинка. И там у меня было ряд предсказаний сделано. Я же не списались по этому. И вроде бы они все сбылись. Но что для нас это важно, для нашей ситуации? Мы же помним, что у нас… То есть гетоновская механика просто не верна, что ли? Она верна до определенного масштаба. Это значит, что она не верна. Ну почему? Она до определенного масштаба. На другом масштабе она ведет себе иначе. И очень важно, что подобная теория обходится без темной материи. Без того, что подправляющее вещество Вселенной просто не видно. Темной энергии там? Нет, темная энергия в другом. Темной материи. Без темной материи она обходится. Но нам чего это важно понимать? Потому что мы зарабатываем, очевидно, еще один множитель, который позволяет говорить о малости вот этой величины. То есть М на У на П. Вот если у нас здесь есть гравитационный аналог магнитного поля, то мы зарабатываем вот эту самую ситуацию, еще один дополнительный множитель, который говорит, что эта штука опять близко к нулю. Вот если действительно модифицированная теория Ньютона верна в этой форме, то вот так. А вопрос по поводу расширения Вселенной ускоренно тут никак не решается? Я не знаю, я ничего не готов на это сказать. Мне важно только то, что мы заработали еще один множитель. Еще пора не понималась. И вот смотрите, то есть насколько эта теория, то что я говорю, она физическая. Ну во-первых, потому что наверняка никакого эксперимента мы поставить здесь не можем. Правда ведь? Потому что такое гравитационные токи. Вот при землетрясении это там десятки кубических километров породы, продвигаются с какими-то высокими скоростями. И даже со скоростями такие, что эти бомбы типа взлетают, бомбардируют все вокруг. Вот, если когда они ведут себя, подвижения под углом ускоряются и замедляются по каким-то причинам. А прилива отлива недостаточно? Нет, я думаю, недостаточно. А приливная волна достаточно мощная? Да, но тебе нужно, чтобы еще ее производная по времени отличалась существенно от нуля. Тебе же просто так недостаточно. Она же у тебя, если вспомнишь эти уравнения, она зависит от гравитационного аналога магнитного поля. И так, чтобы от гравитационного аналога магнитного поля еще у него производная от времени была существенно отлично от нуля. А когда у тебя есть просто волна, она не существенно отлично от нуля. Хотя здесь тоже можно поработать. Поработать. Сейчас просто чувствительность приборов и точность измерений настолько высока, что, может, можно какое-то маленькое изменение. Ну, не гравитационных, блин, что-то. У тебя уже сложная задача. Ты находишься в эпицентре извержения, и тебе надо каким-то образом попытаться вот это гравитационное поле отличить от просто сейсмических колебаний. У тебя же цель-то всегда была сейсмические колебания померить, то есть как Земля трясется. А тебе надо каким-то образом избежать вот этого трясения Земли существенно и померить значительно более тонкий эффект гравитационный. Это большая задача. При этом условии, что у тебя будет происходить катаклизм, будет течь потоки лавы, летать вулканические бомбы. Все, чем ты будешь измерять это, оно долго не проживет. Ну, понятно. И еще не факт, что то, что ты будешь наблюдать это не будет обычное традиционное землетрясение, а не землетрясение сплитакского типа, то есть с появлением гравитационного вихревого поля. Опять говорю, что сплитакское землетрясение, его особенность в его исключительной слабости под современным меркам и в большом количестве разрушений. Но, тем не менее, вот так. Я далек от того, что вот то, что я предлагаю, оно верное, но Максвеллская теория гравитации, она, на мой взгляд, может, на мой бедный и убогий взгляд, она позволяет нам оснастить неким понедельным аппаратом, который вот эти все странные эффекты от Земли, от спитака до энцелада, попытаться объяснить. Вот такое у меня предложение. Ну, кстати, эта теория, я сомневаюсь, что она, что ее уравнение, так сказать, для них выполняется принцип соответствия, то это должно переходить в классическом, в пределе малых масс, но он приходит в уравнение по особому гигапотенциалу. Такое это точно соблюдается, а ты что? А почему не соблюдаются-то? А вот этот член, второй, убирается и все? Нет, это здесь, я говорю про свои уравнения, мои-то точно соблюдаются. В смысле, какие свои? Ну, Максвеллоподобные. Ну, так сразу не очевидно, почему? Да, почему, а по-моему, как раз очевидно. У тебя все П-шки будут равны нулю, у тебя останется одна Е-шка, и все эти четыре уравнения сведутся к первому уравнению, которое есть не что иное, как закон Кулона или закон обратных квадратов. Это очевидно. Так, ну, почему Б равны нулю, почему? А почему нет-то? У тебя, ты должен в пределе быть, у тебя, поскольку гравитационные токи, они у тебя равны нулю, ну, все, гравитационные токи у тебя равны нулю. И все у тебя, все, что останется из этого уравнения, это останется одно уравнение для гравитационного поля. Закон обратных квадратов. Это как раз очевидно. Оно построено таким образом, что оно соответствует. А гравитационные токи там что-то там циркулирует? Массы. Кубический километр лавы, потом сотни кубических километров лавы, движущей с большой скоростью. Вот это твой гравитационный ток. Именно тебе нужны десятки кубических километров. То есть, мы вам посчитали, сколько это. Это десять в одиннадцатый... Десять в одиннадцатый... Тон. Двигуешься на большой скорости, потому что все гравитационные эффекты не слабые. Вот когда такое у тебя появляется, мы этого при наших человеческих силах никогда не достигнем. Но такие вот эффекты они возможны. Но где они возможны? Они возможны на солнце. Когда у тебя протуберянец какой-нибудь выпрыгивает, куда-то еще, солнечный протуберянец, хопа, там совсем уже другие масштабы. Ну, до нас тоже надо долететь. Ну, может, долетает и до нас что-то. Угу. А когда метеориты какие-нибудь там... Метеориты нет, метеориты нет, метеориты нет. В итоге в пределе малых масс он должен переходить? Ну. Ну, 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 ну. И вот у тебя в пределе малых масс... У тебя в пределе малых масс у тебя будет только первый порядок. Это именно клоуновский закон или закон... Почему в пределе малых масс членов старого исчезли? Какой второй? Ну, где там, В на Б, конечно. В на Б у меня разделано таким образом, что он равен нулю. Я же с самого начала сказал. Потому что В на Б у меня с самого начала равно нулю. Непонятно почему. Ну, поскольку экспериментально мы этого никогда не наблюдали. У меня же зависимость, она получается исключительно для Е, то есть для Ж. А для Ж у нас... Когда у нас возникает ротор Ж отличным от нуля? Тогда, когда у тебя Б через эту поверхность, она меняется с некой этой штукой. Но ведь в чем парадокс... Идея-то состоит. Ну, вот практически единственная идея моего доклада. Она состоит, что вот это гравитационное поле Б, гравитационное аналог магнитного поля, оно напрямую, вот через вот этот закон, оно на пробную частицу не влияет. А влияет оно вот тем сложным посредством других уравнений, подобных Максвеллу. А почему он тебя не влияет? Просто постулированно. Так а векторное произведение, оно же ровно у Льюисе, Виктора, по-моему, сонаправлено, да? Ну, конечно. 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 Так, может быть, поэтому они равны, или что они сонаправлены всегда? Ну, не знаю. Нет, 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 нет. Не всегда. У тебя пробное-пробное тело. Как хочешь, так и двигаешься. Правильно. Так а может быть магнитный гравитационный поля, то есть у тебя законно ампера, если у тебя будет два потока лавы, двигающиеся параллельно друг к другу, то, скорее всего, их притяжение для отталкивания будет очень слабо, собственно. Гораздо слабее их обычного традиционного ньютоновского гравитационного взаимодействия. Вот в чем эта идея состоит. Но оно, в первую очередь, наталкивается на общую лорис-невариантность вот этого вектора. То есть, это как-то показать, что-то и сделать. Но, с другой стороны, все очень мило. Мы имеем обычное поле, действующее в пространстве времени Минковского, с его, так называемым, гравитоном, со спином равным единице, то есть у нас обычный бозон. Все очень мило и хорошо. По крайней мере, вот так можно, по крайней мере, говорить. А квантом более этого будет? Оно квантуется, между прочим. Согласитесь, что оно квантуется? В отличие от этого, от лагуновской теории. Оно замечательным образом квантуется. Осталось только понять реальные возражения против этого. Потому что, говорю, не может быть так, что такую простую вещь люди, такую простую гипотезу люди не высказывают. Здесь, очевидно, какая-то ее глупость. Но в чем она состоит, эта глупость? И как? Ну, в первую очередь, конечно, отрицается этот факт вихревого гравитационного поля. Это же тоже гипотеза. Посмотрели на эти, посмотрел, не я это придумал, что землетрясение как гравитотрясение. Посмотрел на эти фотки, они меня убедились, что да, действительно. Наш докладчик приходил про вихревые всякие эффекты. Да, да, да. Она вот эта теория замечательным образом объясняет те эффекты, как говорил он. Я об этом не стал говорить, потому что надо фундаментальнее подходить к его экспериментам. Это действительно так. Много эффектов просто вихревых, которые никак не висит. Да, источником которых является масса. Не заряд, а масса. Здесь является источником их массы. Вот этот памятник, именно его источником является масса. То есть массу поворачивали. Одну относительно другую. И очень не хочется употреблять слово торсионное, блин. Ну, либо вот этот, говорю член, либо маленький, либо просто равен нулю. Хотелось бы, чтобы он просто был маленьким. И при всем при этом... Это круги на полях ты когда-то объяснишь это? Ну, вот и круги на полях этого типа, да. С кругами на полях хуже, конечно. Ну, там говорят 80% противника. Ну, это он так и сказал, да. Но ей хочется 20% этих объяснить. Ну, по крайней мере, этот лесоповал, о котором он рассказывал. Похоже, что вот эффект имеет такой. Где-то у тебя солнцем выкинуло протуберянец свой. У тебя возникла... Гравитационная. Гравитационная. Она в магнитного поля. Гравитационная волна? Да, которая, не волна, а которая начала где-то как-то сильно быстро изменяться. И у тебя возникли вот эти вихревое гравитационное поле. То есть, эти волна, наверное, должна быть гравитационной? Ну, гравитационные волны, это ладно. Вообще говоря, теория Лугунов, там тоже уравнение в точности как с Максвеллской, только производные варианты. Потому что она пишется в производстве системы координат. Да, мне казалось, что там Тензор. Ну, вот. Мишка твоя же, кстати. Ну, моя вот. Увел книжку, я вчера вечером решил в нее заглянуть. А нету. Ну, если тебе острова. Ну, ставь. Я, может, тоже переведу. Я не знаю. Я смотрел на эти уравнения, и мое главное их возражение против них, тем, что они некрасивые. Нет. Ну, это они такие же, как с Максвелла. Точнее, как уравнение Проха. Потому что он еще для Максвелла, они же там массовые члены. Ну, а у него здесь массовые члены не равны. Нет. У тебя хорошая гипотеза с тем, что можно уравнение Максвелла вообще для всех векторов. Да. Движучесть. По некой гипотезе. Ну, видишь, он в потенциалах пишет. Потенциалах, да. Ну, да. Красиво так, блин. Он, пожалуйста. Тоже даже, как Максвелл. Кто хочет посмотреть? Массовые уравнения. Вот, где мы, Саша, посмотри. Вот это типичный Максвелл. Третье уравнение Проха, точнее, если против прочитать. С массовым. Да, с массовым. Ну, все. Еще вопрос такой-нибудь. Ну, тут надо считать теперь. Ну, так, блин. Ну, так надо... Ты же только феноменологию рассказываешь. Так я же всегда, я всегда же физику пытаюсь рассказать. Ты же знаешь. Ну, физика. Так, а все-таки дальше... Движение физики без математики не возможно. В область фантастики, а гравитационные волны возможно тогда получается? Да, 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 да. Возможно. То есть, если это как и неподобие электромагнитному полю? Да, абсолютно гравитационные волны. Так они и у Эйнштейна возможны и так далее. Хотя, как говорят, что это не зависит от того. Просто видишь ли, значит должен быть гравитон? Можете говорить, он есть. Ну, оно вот это, милое оно такое. Ну, вот это вот такая теория. Просто, господа, вот я говорю, кто-то меня сейчас это слушает, просто бы надо... Хотелось бы услышать каких-то аргументов, которые эту теорию должны бы развенчать. Потому что не может быть всего что-то просто. Взяли я... Ну, как бы развенчать это, надо все-таки сначала какие-то уравнения предложить? Ну, я же предложил. Ну, я имею в виду, что как бы все посчитать в разных случаях. Я же предложил эти уравнения. Ну, просто вот это вот так развенчать. То есть должна же быть фигня. Ну, все. Все, да.